Рапунцель. Где-то далеко, в тридесятом царстве, жили-были муж с женою, которые уж много лет сряду тщетно желали иметь детей. Наконец, жена получила возможность надеяться, что милосердный бог исполнит ее желание. В задней стороне их дома было небольшое оконце, из которого виден был превосходный сад, переполненный самыми лучшими цветами и растениями. Но он был обнесен высокой стеной, и никто не смел в него входить, потому что он принадлежал волшебнице, которая пользовалась обширной властью, и все ее боялись. Однажды жена стояла у этого оконца и глядела в сад, и увидела грядку, которая была сплошь засажена чудными садовыми колокольчиками. И все они на вид были такие свежие и красивые, что она почувствовала непреодолимое желание поесть этих колокольчиков. Желание ее с каждым днем возрастало, и так как она знала, что ей нельзя было добыть их, то она совсем упала духом, побледнела и опустилась. Тогда муж перепугался и спросил, «Да что с тобой, милая женушка?» «Ах», — отвечала она, — «если мне нельзя будет поесть тех садовых колокольчиков, что растут у нас в саду позади дома, то я не выживу». Муж, который очень ее любил, сказал себе, «Ну, прежде чем жена умрет, ты ей добудешь тех садовых колокольчиков, чего бы они тебе не стоили». В сумерки перелез он через стену в сад волшебницы, в попыхах нарвал полную пригоршню садовых колокольчиков и принес своей жене. Та тот час сделала себе из них салат и поела его с большим наслаждением. Но это кушанье ей так понравилось, что на другой день ей еще втрое более захотелось его поесть. Ради ее успокоения пришлось мужу опять лезть в сад. И он в сумерки опять спустился туда, но лишь только перебрался через стену, как очень перепугался, потому что очутился лицом к лицу с волшебницей. «Как дерзаешь ты», — сказала она, гневно на него глянув, — «перелезать в мой сад и таскать у меня мои садовые колокольчики, это тебе не пройдет даром». Ах, — сказал он, — смените гнев на милость, ей-ей, из нужды на это решился. Жена моя увидала ваши колокольчики из окошка и таким загорелась желанием, что, кажется, тут бы ей и смерть пришла, ка бы не дать ей тех колокольчиков покушать. Тогда волшебница помнилась в гневе и сказала ему, — «Коле это так, как ты говоришь, то я тебе дозволю взять сколько хочешь колокольчиков, но только с одним условием. Ты должен мне отдать того ребенка, который у твоей жены родится. Ему будет у меня хорошо, и я буду о нем заботиться, как родная мать». С перепугу он на все согласился, и когда его жене бог дал дочь, тотчас явилась волшебница, назвала ребенка Рапунцель и унесла к себе. Рапунцель была прелестнейшая девочка. Когда ей минуло 12 лет, волшебница заключила ее в башню среди леса, и в той башне не было ни двери, ни лестницы, только на самом верху маленькое окошечко. Когда волшебница хотела попасть в башню, то подходила к ней и кричала снизу, — «Колокольчик садовой, спусти косоньку за мной!» А волосы у Рапунцель были чудные, тонкие, как золотая пряжа. Заслышав голос волшебницы, она распускала свои косы, обвивала их вверху около оконного затвора, и тогда ее волосы золотистой волной падали на 20 локтей ниже окна, и волшебница по ним взбиралась наверх. Года два спустя случилось однажды, что тем лесом проезжал королевич, и путь его лежал мимо той башни, и услышал он в той башне пение, которое было так приятно, что он приостановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель. В своем уединении она старалась скоротать время, потешаясь своим милым голоском. Королевич хотел было взобраться на ту башню и стал искать в нее вход, но дверей никаких не оказалось. Он поехал домой. Однако же это пение так тронуло его сердце, что он каждый день ходил в лес и все прислушивался. Однажды стоял он там, около башни, укрывшись за деревом, и увидел, что приблизилась к ней волшебница, и услышал, как она снизу вверх крикнула «Колокольчик садовой, спусти косеньку за мной!». Тогда Рапунцель опустила вниз свои заплетенные косы, и волшебница поднялась по ним наверх башни. «Коли наверх башни по этой лестнице ходят, — подумал королевич, — так я тоже когда-нибудь попытаюсь счастья». И на другой же день с наступлением темноты он подошел к башне и крикнул «Колокольчик садовой, спусти косеньку за мной!». Тот час спустились косы сверху, и королевич взобрался по ним на башню. Сначала Рапунцель очень испугалась, когда к ней вошел мужчина, а она ни одного и в глаза не видывала. Но королевич заговорил с нею очень ласково и рассказал ей, как его сердце было тронуто ее пением, и как он с тех пор не мог успокоиться, пока ее не увидел. Тогда у Рапунцель и страх прошел, и когда он ее спросил, желает ли она его взять себе в мужья, а она видела, что он и молод, и прекрасен, то подумала, «Ему я буду милее, чем старая Гошель», — так звали волшебницу, — и отвечала ему согласием и подала ему руку. «Она сказала, я охотно пойду с тобою, только не знаю, как бы мне сойти вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, то приноси каждый раз с собою моток шелку, я из него стану плести лестницу, и когда она будет готова, я по ней сойду, и ты меня возьмешь с собою». Они условились при этом, что он будет бывать у нее каждый вечер, потому что по утрам приходила в башню старуха. Волшебница со своей стороны ничего было не заметила, пока однажды Рапунцель не спросила ее, «Скажите, пожалуйста, госпожа Гошель, отчего это мне гораздо труднее бывает вас поднимать сюда на башню, нежели молодого королевича?» Тот в один миг уж и здесь. «Ах ты, безбожница!» — воскликнула волшебница. «Что я от тебя слышу?» «Я думала, что тебя от всего света удалила, а ты все же обманула меня». В гневе своем ухватила она чудные волосы Рапунцель, обмотала их раза два около левой руки, а вправую взяла ножницы, и раз — ее волосы были обрезаны, и чудные косы пали к ногам волшебницы. Неудовольствовавшись этим, волшебница была настолько безжалостна, что унесла бедняжку в дикую пустыню, где она должна была жить в великом горе и лишениях. В тот же день, расправившись с Рапунцель, волшебница под вечер закрепила косы наверху к оконному затвору, и когда королевич приехал и крикнул «Колокольчик садовой! Спусти косоньку за мной!» Она спустила косы вниз. Королевич забрался по ним наверх, но встретил там не свою милую, а волшебницу, которая бросила на него злобный, ядовитый взгляд. «Ага!» — воскликнула она насмешливо. «Ты приехал за своей милой, но только эта красивая птичка уже не сидит в своем гнездышке и не поет более!» Кошка ее утащила, да еще и тебе-то глаза повыцарапает. «Да нет тебе более, Рапунцель, ты ее уж никогда более не увидишь!» Королевича забрало такое горе, что он в отчаянии бросился с башни, не убился до смерти, но терновник, в который он упал, выколол ему глаза. Так бродил он по лесу, питался одними кореньями и ягодами и горько оплакивал утрату своей милой. И много лет он скитался в величайшей нищете и, наконец, попал в пустыню, где бедствовала его милая вместе с сыновьями-близнецами, которые у нее родились. Тогда он вдруг услышал голос, показавшийся ему знакомым. Он пошел прямо на этот голос, и, когда приблизился, Рапунцель узнала его и со слезами бросилась ему на шею. Две ее слезинки попали ему на глаза, и глаза снова прозрели. И он мог видеть, как прежде. Тогда повел он ее с собою в свое царство, где все приняли их с радостью, и они долго жили счастливые и довольные.